вход стоит 5 лари а это вообще недавно, где-то 3 года там у нас начали вот там киев и и и и и и и и и Когда начали строить Сантре-Диабатумскую железнодорожную дорогу в конце 19 века взорвали Останки этих камней строили все мосты, которые отсюда до Батуми строили железнодорожную дорогу Еще строили первый и второй этаж Дома Дихонауки и еще остальные камни строили Батумский торговый порт Отсюда внесли все камни А что, это была проблема найти камни в Грузии, в горах? Нашли здесь-то, отсюда можно было, уже готово было Видите, какие камни это были, да, вот все внесли отсюда После соединения Грузии в Российской империи В Российской империи было три попытки взять это крепость Первая была попытка 1828-1829 здоровья Вторая Кримская война когда была И третий самый кровавый бой здесь проходил 1877-1878 года За один год здесь погибло где-то один генерал, 55 офицеров и 2 тысячи русских солдатов Но крепость не могли они взять Это с турками было? Да, с турками 35 тысяч турки охраняли этот крепость Против них было 25 российских солдатов Не только там российские солдаты, там тоже были грузинские дружины, милиция и так далее А потом, когда 1878 года Сан-Стефанский договор И уже Батуми все окрестносты зашла в Российской империи Турки сдали этот крепость и зашел в состав, это место все обжарил в состав Российской империи Да, вот поезд идет Так, на этом месте вот видите, ну а это... День ряда Записывается Подождем День рождения Перед После реставрации крепость выглядит гораздо лучше, появились лавочки, можно посидеть и полюбоваться красивым видом. На этом деревне выращивали там лимоны и апельсины, очень красиво выглядело этот лимонариум от высоты, а с 70-го года, когда уже большой снег пришел, разрушил полностью, это стеклянный билл вообще. Я сейчас поищу фото и вам покажу, как выглядело это лимонариум. Сейчас недавно реставрировали 2 миллиона долларов, а вот вы там сделали. С 15 века посмотрел и пишет. Вот венецийский дипломат Амброзио Контарин и называет это крепость Калтихея. Крепость Калтихея. Отсюда идет это название. Мы грузины этого крепости называем крепость Дьявола. По-грузински Кхаджетисихе. Дьявол. Кхаджетисихе. Вы знаете, такой великий грузинский поэт написал «Вития с тигровой шкурой». Шутару ставили. И вот там последнее действие этого поэма происходит вот здесь, когда главный в этом поэме Нестан Дареджан похищает Каджи, такие дьяволи. И на этом крепости они там держат. И вот Талтандил Танилом с своими товарищами возьмут эту крепость и освободят Нестан Дареджан. Вот почему называли древние грузины крепость Каджетис? Здесь, в побережье, жили грузинские племени Лази. Вот сейчас остались они в Сарпе. Остальные уже Турции. Мы с древних грузиней этих племенов называли Каджи, дьяволи. Потому что они были своим ловкостом, хитростым, своим пиратством. И грабителем были. Поэтому называли их дьяволи, Каджи. А, бабочка, бабочка. Вот так поверни, чтобы... Это монаринский дом? А, бабочка, 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 бабочка. Ребята, с собой обязательно берите что-то перекусить и воду, удобная обувь. Ну и на посещение крепости у вас уйдет примерно 30-40 минут. Здесь можно сделать красивые фотографии. Есть где посидеть и насладиться красивыми видами. Очень красивая классический дом, которые samples и молодые путь. Где-то движ Мар я еще Ar欸бирова. Где-то меня с house играет гораздо более чем Duke. Но совсем скоро это не правда. Мы с вами перейдем. Ребят, это был когда-то самый популярный ресторан, называется Цехидзири. Парковку сделали. Продолжение следует...